Всем привет, это трэш-обзор на фильм от Каннибалов. Итак, давайте начинать. Начало фильма нам показывает некие джунгли, которые мы будем видеть большую часть фильма. И что я могу сказать? Музыка в этой сцене отличная, операторская работа хорошая, хоть эта сцена длится довольно долго, но ты не порожденный, который я делал в обзорах совсем недавно, например. Если хотите снимать долго, то снимайте либо красиво, либо качественно, а не так, как порожденный, где он живот себя вспорует на протяжении 7 минут, и мы должны это смотреть с унылым лицом. Ну, в принципе, наплевать. В общем, господи, нам показывает журналист, который будет разжевывать на весь сюжет на протяжении нескольких минут, что, типа, наши главные герои должны отправиться на экспедицию, чтобы быстренько там все равно узнать, снять документалку о Каннибалах и так далее. Ну, в принципе, типичная история. В общем, нас знакомят с Каннибалами, которые обладывают только за труп, которые мы уже давно видим, поскольку кость уже торчит человеческая. И мы видим военных, которые хотят проследить, наверное, за ними. Уже они давно, как мы поняли, они деваются над одним из Каннибалов, потом они ловят одного из Каннибалов в плен. И, в принципе, я уже понимаю, какой направленности этот фильм, поскольку он уже жестокий, поскольку они уже в плен берут Каннибал, который ничего я ему пока что не сделал. И, в принципе, Каннибал, он... Поэтому и Каннибал, что он где-то людей. Ну, в общем, нам показывают, как прилетает один из главных героев, можно сказать, которые будут снимать документальный фильм на протяжении всего фильма вот этого нашего, этого Каннибала. Знакомимся с ним, и он разговаривает одним из военных, чтобы, типа, он ему помог в этой экспедиции, потому что это будет очень трудно и опасно. В принципе, типичная история для этих фильмов. Ну ладно. Нам показывают сразу же после еще одного главного героя, который рассматривает Каннибала, типа, и видит у него какое-то разное пятно на спине, можно сказать. Они это обсуждают очень долго, потом они решили проследовать за этим Каннибалом. Он отводит их к скелету. Один из наших главных героев начинает очень плохо реагировать, можно сказать, на это все. И самый идет с коэффициентом в фильме то, что он по зубам мог определить, кто этот человек. Я не знаю, как это возможно, по зубам определить, по скелету, который уже разложился. В общем, они следят за еще одним Каннибалом, он убегает. И, в принципе, он формит после этого нашего главного героя трупнины какой-то, когда они попали в плен к ним. Я это, конечно, показывать не буду, поскольку это очень долго цензурит, но ладно. В общем, наш главный герой возвращается в Нью-Йорк, где его встречают уже и критики, и, можно сказать, продюсеры этого фильма. Он быстренько рассказывает ему о своей истории, просматривает пленки с хроникой вот этих самих убийств, этих Каннибалов, и то, как они издевались над Каннибалом, то, что с ним происходило там на протяжении нескольких дней. Показывают его друзей, которые еще до него были в этом, потому что они нашли камеру, но я это, конечно, не показал, потому что это очень долго. И что же, она показывает, как змея укусила этого главного героя, отрезает ногу, и там также показывали, как, можно сказать, они убивали животных на протяжении всего фильма, очень много животных, убили Каннибал, убивали. И вот конец, он просто выходит, и нам рассказывает, что, типа, вот этот фильм, который он снимал, это был мотив для того, чтобы получить деньги, где-то около 10 тысяч он заплатил штраф за хранение этой пленки, и, в принципе, потом он получил 250 тысяч за эту пленку, и конец. В общем, что я могу сказать в итоге? То, что этот фильм очень ужасный, страшный и шокирующий, можно сказать, но некоторые сцены я не мог показать, просто поскольку это очень-очень жестокий фильм, меня просто забанят на ютюбе, и я просто не знаю, как вот это все показать в красках. Это очень интересный фильм, там музыка хорошая, актеры некоторые хорошо играют. Есть расчлененка? Подписывайтесь на канал.